ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это как школа открылась в Ейсане, потом она открылась в Актобе, и в Актобе ей исполняется 30 лет. 30 лет я в ней работаю, со дня снова, и даже разрезала красную ленточку на открытие. Вот такой был достопамятный момент. Чего достигла школа с того момента, как вы устроились в нее? Наверное, так лучше будет спросить не за 50 лет, а за те 30 лет, в которые она работает в Актобе. Чего достигла, каких успехов достигла школа, и каких успехов достигли вы в работе с детьми с нарушениями слуха? Ну, школа, я считаю, достигла очень больших успехов. Если когда школа открылась, было очень мало специалистов. Два-три там человека заочника. Потом потянулись первые ласточки, начали учиться. Кто в Алматы, кто в Москве, кто в Караганде, появилось больше дефектологов, коррекционистов. Вот сейчас, на данный момент, у нас 35 специалистов, из них 18 сурдопедагогов. И руководитель нашей организации является магистрантом. То есть, из-за учиться с красным дипломом закончила сурдопедагогику московскую. То есть, очень высокий профессиональный состав, о котором мы вначале не могли даже мечтать. Конечно, очень хороший ремонт сейчас везде. Заменили забор в прошлом году. Прекрасный детский городок поставили. Пандус у нас. Крыльцо прекрасное. Актовый зал, просто вот как картиночка выглядит. Школа, конечно, сейчас очень хороша. Чистота везде идеальная. Очень хорошее питание у наших детей. Вот это все хочется отметить. И большой, конечно, состав у нас сейчас воспитателей, дефектологи. О таком мы мечтать не могли. А сейчас это все вот поднялось у нас. Детей стало больше. Больше становится детей с нарушениями слуха. Вот немножко об этом расскажите. На сегодняшний день это проблема? Это проблема. Детей с нарушением слуха становится больше. Правда, многие из них попадают под раннюю или более позднюю коклеарную имплантацию. Проходят в связи с этим большие перипетии, большие кругиады они проходят. Хотя вот сейчас открылась у нас организация, которая будет этим государственно заниматься. Очень много стало, к сожалению, детей со сложным комплексным дефектом. В связи с этим наличие специалистов становится прямо вот краеугольной проблемой, чтобы мало того, чтобы этого ребенка с его слухом четвертой степени нейросенсорной тугоухости, наш диагноз, а у него там, допустим, еще 11 диагнозов в анамнезе, это все подтянуть. И, конечно, это становится большой проблемой. Там и ДЦП может быть, там и аутистическая компонента может быть, там может быть и глазки, там могут быть, ну, все что угодно может быть. Но этот ребенок должен быть социализирован, должен быть воспитанием, обучением объят. И он, конечно, должен получать свою дорогу в мир. Как выявляются такие дети и каким образом после выявления устроить его в вашу школу? Значит, если вот раньше родился ребенок, ну, не говорит, каждый свою проблему в этом видит. Некоторые дети с нарушением слуха очень долгие пути проходили, пока кто-то определял, что они не слышат. Сейчас очень хороший ранний скрининг, сейчас очень хорошие специалисты, хорошая аппаратура в областном диагностическом центре. Вот у нас в основном дети, они обследованы сурдологом Канатом Кумаром, приходят. Обычно это все очень правильное, хорошее, очень грамотно методически сделанные аудиограммы. И мы в точности знаем, как слышит ребенок. Сколько на левое ухо у него потеря, сколько на правое ухо потеря. И потом в течение, допустим, каких-то там, ну, там полгода проверяется, еще аудиограмма делается и дальше, дальше. Все эти аудиограммы, они подтверждают одна другую. И мы уже точно знаем, как именно обстоит у него дело с его нарушением. А потом, как вот, как вам привести такого ребенка, как вам устроить такого ребенка? Есть ли какой-то лимит, и не получится ли так, что родители с таким ребенком должны ждать, например, вот в этом году все как бы лимитировано, все дети на местах. А вот тогда придется последствия. Такого вот есть такая проблема или нет? Отчасти есть такая проблема. Многие родители думают, что имея четвертую степень нейросенсорной тугоухости, ребенок завтра услышит. Нет, это четвертая степень тугоухости, тут уже инклюзия вряд ли предусматривается. Не надо все-таки издеваться над людьми, над детьми. И если, допустим, где-то в третьей степени можно еще эту инклюзию сделать, то в четвертой степени нельзя. И ребенок должен как можно раньше попасть на обучение, воспитание, коррекцию именно в наше вот дошкольное учреждение. Дети обследуются в ПМПК, их сейчас стало две. И хочется, пользуясь прямым эфиром, сказать огромное спасибо областному отделу народного образования, который открыл вторую ПМПК и разгрузил огромный поток детей. Вот опять-таки подтверждает мои слова, что таких детей стало больше. Вот. И теперь легче стало пройти эту предварительную подготовку. И ПМПК уже, там большое количество специалистов, там как бы квалификационная комиссия сидит, там в составе дефектологи, и офтальмологи, и тифлопедагоги, и сурдопедагоги, и олигофренопедагоги. Обследуется ребенок, выписывается направление, и дети приходят к нам. Что касается вот того, что ребенок рано пришел и рано стал объят нашим воспитанием, обучением. Конечно, это огромный плюс. Ребенку, родителям, как иногда родители бьются как рыба об лед, не знают, что с этим ребенком делать. А здесь, попадая сразу в руки специалистов, мы не препятствуем ни тому, чтобы они на занятиях у нас иногда сидели, и тому, чтобы они посмотрели, как, что с их ребенком делается. Потому что группы у нас и классы, вы сами знаете, малокомплектные. И когда смотрят, что делает их ребенок, они удивляются, начинают говорить, начинают слоговой ритм понимать. Аппаратуру, соответственно, заставляем мы. Где-то они сами идут, эту аппаратуру получают. Где-то мы подсказываем, куда идти. Ребенок протезируется достаточно быстро. И мы начинаем вести свою программу, когда ребенок попадает уже в школу от нас, потому что преемственность, дошкольное отделение при школе. И он показывает, как правило, очень большие знания. И когда мы своих детей ходим утренники смотрим, ходим, смотрим какие-то мероприятия, мы всегда где-то и плачем, где-то умиляемся. Вот молодцы, мы своих профессоров воспитали. Потому что, конечно, с таким ребенком нужно иметь огромное кладезь целой знаний, чтобы этого ребенка дотащить до уровня ребенка, который будет и социализирован, и интересен даже тем сверстникам, которые не имеют проблем. А ведь наши дети выступают и на художественных олимпиадах, и на олимпиадах предметных, и на физкультурных всяких баталиях. Когда зайдете в наш холл, там огромный стоит стеллаж, где содержатся наши кубки по разным видам спорта, и по греко-римской борьбе, и по дзюдо, и по волейболу. Наши дети, бывшие выпускники, они танцуют, хореографию преподают. Высшее образование получили многие из них. Высшее образование. Поэтому, конечно, все, что мы над чем дышим, к чему мы ведем наших детей при помощи и областного управления народным образованием, это к тому, чтобы социализация такого ребенка была максимальной. Угу. И, ну вот, 7 декабря у вас будет как раз таки торжественное мероприятие. Да, в здании филармонии. Да, и кто будет там присутствовать? Да, в 3 часа. Там будут присутствовать наши выпускники, там будут присутствовать их родители, учителя, наши работники. Потому что вы принимаете за 30 лет, имея такую узкую специальность, кто-то из них уехал из работников, кто-то ушел на пенсию. Вот. Все они, конечно, соберутся, чтобы посмотреть свои классы. Потому что, когда набирается класс, например, у воспитателя, он его берет в нулевом классе или в детском саду, и потом 12 лет еще ведет. Вы представляете, в какой срок входит это его общение? Это становится как член семьи. Поэтому, конечно, все соберутся. Я пользуюсь тоже случаем. Все, кто еще не знает, куда, что приходить, чтобы родители, выпускники, кто сейчас находится здесь, конечно, пришли бы и засвидетельствовали свое отношение к тем людям, которые их учили, к школе, в которой они учились, чтобы лишний раз мы их увидели. Спасибо вам большое. Хотелось бы отметить, что в нашей студии была дефектолог дошкольного отделения Октюбинской областной специальной коррекционной школы-интерната колледжа для детей с нарушениями слуха Ольга Владимировна Полоскова. Спасибо вам большое. Это была программа «Из первых рук» и ведущий Антон Пережогин. До встречи. Продолжение следует...